Им ни помеха ни зной, ни мороз, ни дождь, ни снег. Каждую субботу группа волонтеров приходит сюда на спичку, чтобы убрать, как сегодня, снег, подрезать клён, собрать мусор. Территория бывшего сереброплавильного завода – место, откуда когда-то начинался Барнаул. Три года назад архитектор Александр Деринг вместе с другими неравнодушными решили не ждать, когда у властей дойдут руки до реставрации, а своими силами поддерживать здесь порядок. Он признается, не ожидал, что это вызовет такой интерес у простых горожан. Три года прошло, а интерес как бы не увядает, на самом деле. Приходят вообще новые люди. Вообще на каждый субботник какой-нибудь новый человек. Один, два, а то и три. Приходят целыми делегациями. На той неделе у меня было две экскурсии здесь. Целыми организациями приходят. За прошедшие годы волонтеры очистили часть территории от зарослей клёна, чьи корни уже начали разрушать исторические здания. Но главное, благодаря субботникам деятельность спички оказалась в центре внимания власти, бизнеса, общественности. У территории появились новые собственники. Была принята концепция реновации. Предполагалось, что преображение должно начаться уже в самое ближайшее время. Увы, самого главного до сих пор не произошло. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы хотя бы началась реконструкция. Я уж не говорю о том, чтобы там всё выглядело, как должно быть. Но чтобы хоть какие-то подвижки начались. Недавно стало известно, что федеральная Минкультура отклонила проект охранных зон спички, отправив на доработку. А значит, реконструкция, которую надеялись начать уже в ближайшее время, снова откладывается. Но активисты не падают духом. В январе следующего года здесь уже в третий раз пройдет фестиваль «Практикум фабрика-завод», который соберет архитекторов, специалистов по городской среде и неравнодушных к судьбе исторического наследия горожан. И, конечно, активисты намерены продолжить субботники. Настолько долго, говорят, насколько понадобится. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости.